Вот мы и добрались до вершины почти, что это высота 2200 метров гора Тахталы. Последние 150 метров мы прошли пешком, потому что джипы сюда не едут. Здесь очень опасно, но очень красиво, грандиозно. Ехать интересно, но немного страшно. Я лично боялась. Но это стоит того. Кстати, стоил в уличном агентстве тур 20 долларов человека, 10 за ребенка 10 лет. До 6 лет бесплатно. А вот это особая организация, пожарная станция. Они наблюдают за горами. Если вдруг возникают лесные пожары, то они начинают сразу принимать меры. И они сразу же вызывают специальный вертолет, который тушит лесные пожары. А пониже и машина тушит. А вот мы забрались еще повыше. Чуть-чуть с другой стороны тоже такой грандиозный, красивый вид. Очень красиво. Деревья какие-то растут. А здесь вот солнечные батареи и вид на пожарную станцию с другой стороны. Видите, как все это серьезно? Вот это смотровая площадка. После этого мы поедем обедать. Обед включен в стоимость экскурсии. Будут давать на выбор форель или курицу. Но мы, конечно же, выбрали форель. Потому что в нашем отеле курицы мы наелись. А форели нет. Ни разу еще не ели. Очень красивый вид. Кстати, одежду сюда надевайте самую простую. Не надо надевать никакие белоснежные дидасы или найки. Потому что все будет пыльное. Сначала мы ехали по асфальту, а потом по грунтовой дороге. Дорога вот такого вида. Или грунтовая. То есть пыль. Пыль литит. Поэтому не нужно надевать ничего дорогого. То, что вам было бы жаль. Можно взять жвачку, если кого укачивает. И... В общем, смотрите сами. У меня, например, было в некоторых случаях холодно. Вернее, холодно, а страшно. А так, наоборот, не жарко. Здесь, когда едешь, ветерок обдувает довольно прохладно. И наверху вот тут ветерок. А внизу просто нереально жар. Прямо с утра.